о том, что сейчас принято называть язычество, что такое языческий период, а это более поздний все-таки, значительно на самом деле более поздний, относящийся уже к периоду оседлого образа жизни. Ну, собственно, понятно, если мы говорим язычество, то предполагается какой-то, ну, вот скажем, жертвенный костер, или там по-русски аллатырь-камень. Вот этот аллатырь, который позже превратился в алтарь, и на котором разводился огонь сакральный, а это сакральный лежит, жертвенный огонь, огонь для общения с богами, ну, его не будешь таскать за собой, этот аллатырь-камень. И если вот он где-то установлен, то значит, что люди живут вокруг него как-то более-менее оседло. Ну, или, по крайней мере, здесь часть населения остается вокруг этого камня, формируя поселение, а там, скажем, охотники, воины могут периодически уходить, возвращаться, но появляется некая точка отсчета, что, кстати, очень важно. Вот, пока люди жили охотой и собирательством, вот такие ритуалы, понятно, были невозможны, но были другие, были другие, относящиеся к шаманским практикам. И давайте сразу разберем такую общую схему, общую схему, которая в таком крупными блоками дает понимание эволюции, ну, культа, так скажем, религиозного и не очень. С чего все начиналось? Начиналось все с так называемого анимизма. Анимизм от слова анима, то есть душа. И, видимо, мы по косвенным признакам предполагаем, видимо, первое, о чем задумались наши далекие предки, это о том, что, ну, как-то быть такого не может, что вот мы вот такие одушевленные, у нас есть сознание, у нас есть какие-то приоритеты в жизни, понятия там хорошо и плохо, а у всего остального этого нет. Быть такого не может. И, ну, собственно, здесь та же самая логика, которая прослеживается у наших детей. Когда маленький ребенок, он судит о мире по себе. Ему кажется, что вот все вот так же, как у него. Это там целый процесс, такой целый процесс взросления, связанный с тем, с осознанием того, что люди разные, и то, что важно для меня, совсем не обязательно, что важно для других. Но вот детство человечества очень похоже, что действовало примерно по той же логике, что мы в прошлый раз говорили с вами о мистике и упоминали принципиальный закон, правила мистические, что что в большом, то в малом, что в малом, то в большом. И здесь мы опираемся на тот же принцип, перенося логику взросления отдельного человека на логику взросления человечества. Да, с некоторыми допущениями, но все же. И вот анимизм – это наделение всего вокруг качествами одушевленности. У всего есть анима, у всего есть душа. Но для того, чтобы общаться, нужны какие-то специальные инструменты, специальные навыки. Ну, понятно, что мы слышим, мы слышим те шорохи, которые издаются из леса. Мы можем предположить, что это деревья общаются между собой и слышим какие-то другие звуки, чувствуем какие-то энергии в мире, но мы их не понимаем, мы не можем их расшифровать. А для того, чтобы их расшифровать, нам нужен кто-то, кто умеет, кто способен понимать. И вот появляется идея шаманизма. То есть шаман – это человек, который… И вот здесь интересный момент. Что умеет шаман? Навскидку можно сказать так, что шаман умеет слышать, слышать зверей, слышать растения, понимать их язык. Но как? Где те школы, где учат языку деревьев, где те школы, где учат языку тех или иных зверей? Их нет. Как тогда шаман может научиться понимать язык вот этих зверей и растений? Только став ими. И в шаманизме мы обнаруживаем, что вот превращение, когда шаман, и с точки зрения такого стороннего наблюдателя, нам кажется, что шаман изображает, ну там нацепил на себя там рога, и вот изображает из себя там оленя, например. Нам так кажется. Но на самом деле, с точки зрения вот этого культа, а не мистического, шаман в этот момент не изображает оленя. Он становится оленем. Он открывает себя духу, олень, дух оленей входит в него, становясь им. И через прикосновение к этому, то есть только став оленем, можно научиться понимать оленей. Это очень важное отличие, которое для того, чтобы понимать вот эту традицию шаманизма, важно учитывать. Субтитры создавал DimaTorzok